Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня очень интересное воплощение концепции Shop Your Clothes. То есть, сходи по шопсе в собственной гардеробной, на собственных полках, в собственном шкафчике, пойди потрудись, удели этому времени. Все началось с того, что я записала видео на канале о минимализме, посвященном только минимализму, что я считаю, что это очень эффективный способ украсить себя в весне, как раз-таки потратить какие-нибудь хорошие 3-4 часа времени и закомпоновать комплекты, закомпоновать ансамбли из того, что у тебя имеется. И я уже в голове сама имела и идеи для видео, и идеи, прежде всего, для своих аутфитов. И мне нужны были совершенно конкретные босоножки. Именно за ними я и отправилась в недра, в недра даже не своей гардеробной. У меня обувь хранится, где только они хранятся. И в итоге я их не нашла. Вы не поверите, я их не нашла. Но я нашла много чего другого. И сейчас вам покажу. И это видео будет интересно, прежде всего, с концептуальной точки зрения, потому что, ну, зачем мне просто показывать обувь? Я прежде всего вам расскажу, почему именно эта обувь поместилась в эту коробку. Эта коробка будет стоять отдельно, потому что я совершенно точно знаю, с чем я это буду носить и как я это буду носить. То есть, концепция шок-юкла вуза, в общем-то, воплощена у меня более чем. Итак, недавно я показывала витрину твинсет. Я показывала и говорила, что мне не понравились компоновки. Они меня не впечатлили. Обычная одежда, все достаточно красиво, но не более чем. Но мне очень понравилась красная обувь, красная акцентная обувь. Это были лодочки в случае с твинсетом на небольшом каблуке, но на самом деле в моем случае, в вашем случае, это может быть любая красная обувь. Макосины, лоферы. В моем случае это будут балетки. Я прямо-таки приметила этот способ. Он мне очень-очень понравился. И, соответственно, пошла и купила себе красные балетки. Что еще я себе достала? Еще я себе достала, совершенно находясь в поисках другой пары обуви, я достала себе вот такие босоножки. Мне очень нравится идея носить босоножки с носками. Я об этом много раз говорила, много получала комплиментов в свой адрес. И также я очень люблю босоножки с черными колготками. Сразу хочу сказать, дорогие зрительницы, что если вам нравится, так же, как и мне, идея носить босоножки с носками, плотными, черными в основном, как правило, все это предлагается носиться, хотя не обязательно. Очень хорошо будет смотреться носок из люрекса, очень хорошо может смотреться даже белый носок, но нужно прямо-таки быть осторожным в случае с белым носком. Вы должны обратить внимание на то, что обувь, которая сочетается с плотными черными колготками, с плотными цветными колготками, именно для плотных цветных колготок я нашла эту обувь, она хорошо сочетается, если она именно замшевая. Именно здесь, в Италии, я поняла, что замша – это зимний материал для обуви, а гладкая кожа – это летний материал для обуви. И модель может не отличаться. Очень многие фирмы действительно вообще не меняют модель, но предлагают обувь в зимнюю коллекцию из замши и обувь из гладкой кожи в летних вариантах. И по собственному опыту могу сказать, что да, замшевая обувь смотрится более адекватно, более выигрышно, с плотными колготками, либо с плотными носками. Конкретно эту обувь я достала не для того, чтобы носить с плотными черными колготками, а я достала, чтобы носить с плотными синими колготками. У меня примерно 15 пар цветных колготок, которые никак у меня не внедрялись в мой гардероб. Несколько раз я даже на видео пыталась показать, что сегодня я, допустим, в колготках в цвет обуви, я подсмотрела на итальянках этот способ, услышал очень хорошо, очень красиво, но когда я снимала саму себя, было вообще непонятно, что на меня, допустим, темно-коричневые колготки. Я как-то это упускала, даже не комментировала, потому что, ну, неявно было, что цветные колготки имеют место. Кстати, у меня кто-то исправил, имеет место быть. Нет, имеет место, потому что когда-то на заре канала меня кто-то, большое спасибо, тоже исправил. Я посмотрела, действительно, правильно говорить, имеет место, а не имеет место быть. Это, скажем так, переводческая ошибка. Так вот, я буду носить с темными, плотными, синими колготками. Эти туфли, плотные темно-синие колготки, юбка-карандаш черная, и сверху у меня есть такого же цвета, как колготки, блуза из драпа. То есть это как будто бы легкое пальто, только застежка сзади. Трудно объяснить, обязательно так оденусь, обязательно вам покажу. И сразу лайфхак, который, в общем-то, у меня вылетело в голове на записи видео о лайфхаках. Если вам нравятся идеи цветных колготок, вы наверняка замечали, что когда вы надеваете цветные колготки, они меняют цвет. И вы вроде бы подобрали идентичный к вашей одежде, но когда вы надели, уже смотрятся не так. Вот именно поэтому мои цветные колготки раньше не внедрялись в мой собственный цветной гардероб. Пожалуйста, черные плотные колготки сначала, потом любые цветные колготки, даже достаточно светлые, то есть вот у меня есть достаточно светлый оливковый цвет, именно на черных колготках будет смотреться так, как когда мы берем в руки, допустим, колготки только хотим купить, только разворачиваем. Поэтому вот эта черная область будет хорошо у меня смотреться именно на цветных колготках. По крайней мере, в голове колготки темно-синие, и темно, и как все это закомпоновать, я уже имею в голове, но, возможно, это будут также и темные бордовые колготки, нужно будет посмотреть. Здесь нужно, на самом деле, просто замкнуть образ и как будто бы в шахматы поиграть, то есть выстроить его черное, цветное, черное, цветное. Соответственно, на таком алгоритме устроятся все эти образы. Я нашла также белые туфли и буду их носить с черными плотными колготками. Я знаю, что это не всем нравится, я знаю, что не все готовы, даже те, кому это нравится, но я так тоже ношу достаточно давно, я вообще очень люблю светлую обувь именно на черные плотные колготки. На мой взгляд, это тот единственный вариант, когда черные плотные колготки смотрятся лучше, чем просто голая, красивая, женская, загоревшая кожа, точнее, загоревшая нога. И могу сказать, что я видела недавно одного блогера, и честно, даже не вспомню, кто это был, кто сказал, что нехорошо, когда белая обувь и потом черные колготки, что ноги обрезаются. Категорически не согласны. Все зависит от пропорции, сколько у вас будет освобождено пространство. Белая обувь, черные колготки и, допустим, следующий слой одежды, это может быть юбка, это может быть подол платья, это могут быть шорты, бермуты, все, что угодно может быть. Нужно, чтобы эти пропорции между собой были неравны. И если будет очень мало черных колготок, то белая обувь вам не обрежет ногу. И наоборот, если будет очень много черных колготок, то тоже белая обувь не обрежет вам ногу. И я в этом совершенно уверена, надеюсь, что смогу продемонстрировать. Как я буду носить этот вариант? Черные плотные колготки, белая обувь, черная, точнее, белая юбка карандаш, то есть, как я до этого перечислила, обувь, цвет колготок, юбка либо платье повторяет цвет обуви и то, что мы имеем сверху, повторяет цвет колготок. Поэтому белая обувь, черные колготки, белая юбка и облегающий черный свитер. Я уже представляю, как все это будет классно смотреться. Обязательно вам покажу. Поэтому вот эти босоножки я достала для того, чтобы, я надеюсь, в ближайшее время ездить в Паду. Я очень скучаю по этим прогулкам. Мы с мужем прекрасно проводили время, я прекрасно снимала. Я надеюсь, что вскоре вся эта ситуация, по поводу которой у меня есть совершенно конкретное мнение. Мне сегодня звонила подруга. Она прямо-таки, знаете, я впервые услышала человека, который практически плачет от паники, потому что, видимо, СМИ транслирует такие новости, что кому-то действительно хочется плакать. И мы с ней поговорили, у меня есть свое мнение. Но я думаю, что я не вправе его высказывать на своем канале. Соответственно, я даже не знаю, записывать мне видео по этому поводу или нет. И вот такие черные босоножки, туфли. Могу сказать, что вот такой каблук, на мой взгляд, на женщине смотрится супер-супер хорошо. Такой каблук, конечно же, тяжело носить. Его тяжело носить в Италии, он везде застревает. Но если вы хотите кого-то сразить на повал, то, конечно же, самая обычная классическая шпилька – это то, что нужно. Эти туфли очень необычные. Буду носить их на босоногу, конечно же, они смотрятся прекрасно. Ну и на черные плотные колготки тоже смотрятся очень хорошо. Потому что здесь открытый нос, но он практически не видит даже, когда ты босиком. Потому что сюда, в общем-то, пальцы не достают. А здесь такая темная подошва. И, в общем-то, с черными колготками смотрятся очень хорошо. Но самое интересное, что здесь тюль собранный, а это кожа. И, соответственно, эта обувь очень фактурная. Она очень необычная, она очень хорошо смотрится на ноге. Поэтому вот таким образом. Что еще я нашла сюда? Это второй красный ботинок мой, точнее, балеток. Я нашла также вот такие босоножки. Вообще, если вы хотите носить черные плотные колготки, либо носок, вы должны знать, что это лучше делать с босоножками. Это крайне сложно сделать красиво. Возможно, на съемки, возможно, на каком-то видео, для какого-то видео можно отснять самые обычные лодочки с закрытым носом, которые закрыты по бокам. Черные плотные колготки, потому что они собираются. И так же происходит с носком. А вот именно с босоножками, именно с босоножками этого не происходит. Тоже вот такой лайфхак, такой секрет от меня. Если вам нравится идея носить летнюю обувь, открытую обувь, вы должны брать именно так называемые сандалии. В Италии босоножки называются сандалиями. Я часто тоже называю сандалиями. И вот это замшевая обувь. То есть это, получается, все-таки зимний вариант. С черными колготками будет смотреться прекрасно. Что надену сверху, пока не думала. Возможно, кстати, колготки бордо сюда очень хорошо подойдут, потому что здесь чуть-чуть есть золотой фурнитуры, поэтому будет выделяться на фоне бордовых колготок. Тон в тон, прямо-таки, если подобрать, я думаю, может быть очень-очень красиво. Если я подберу тон в тон, то это будут бордовые колготки, и что, скорее всего, я надену тогда, наверное, черную юбку, либо любую юбку, а сверху мне придется найти что-то вот тоже такого цвета, чтобы, что называется, замкнуть образ. Я тоже об этом рассказывала в каких-то своих видео, что значит замкнуть образ. Поэтому вот таким образом я пошопилась в своих запасах обуви. Эта коробка будет стоять отдельно, чтобы всегда я могла взять то, что мне нужно, а не чтобы получилось так, как сегодня. У меня должны быть конкретные босоножки, я так их не нашла. Скорее всего, они лежат в гараже, мне нужно будет спуститься, но в целом они мне сейчас заменают обуви, потому что то, для чего я их искала, в общем-то, этим количеством обуви я смогу, я смогу, конечно же, заменить. Всем желаю хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...